Жители Восточного Казахстана обеспокоены качеством питьевой воды. Тревогу бьют сельчане. В 420 населенных пунктах области нет централизованного водоснабжения. А колодезная вода местных жителей смущает подозрительным запахом и цветом. На дно артезианских скважин заглянул Вячеслав Витлугин. В селе Степное, как и в половине населенных пунктов Восточного Казахстана, центральное водоснабжение отсутствует. А из колодцев местные жители извлекают что-то подозрительное. В Степном это нечто окрашенное в серый цвет. Воду с колодца, ее пить невозможно. Она воняет, во-первых, вот этим вот свиным навозом. Во-вторых, она желтая, ужасная. Ей даже постираться тоже невозможно, мыться ей невозможно. Пробы воды из этого колодца специалисты по охране общественного здоровья взяли. В ходе лабораторных исследований обнаружили трехкратное превышение норм содержания железа, сульфатов и хлоридов. Однако эту воду все же посчитали пригодной для употребления. Схожие показатели зафиксировали еще в трех крупных районах области, где также используют колодцы. Подземный запас воды содержит природное происхождение, вот эти вещества. Во многих мелких населенных пунктах водопроводы строятся не из открытых, берут воду не открытых источников, а из подземных источников. Чтобы вода была чище, экологи предлагают рыть колодцы глубже или вовсе от них отказаться. Например, в рыбацких селах Курчумского района, где колодезная вода была одной из самых худших, начали восстановление 25 километров аварийных водопроводов. Сейчас идет бурение дополнительной скважины, установка мембранной сетки, установка насоса. И в кратчайшие сроки, где-то в течение недели, жители данного села будут обеспечены чистой питьевой водой. Между тем, доступ к качественной питьевой воде в регионе постепенно обеспечивают. За последние 7 лет в Восточном Казахстане протянули 600 километров центрального водопровода. Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.